Является ли восприятие более важным, чем самовыражение? Есть два типа людей. Кому-то интересно говорить, кому-то интересно слушать. Вы должны решить, что мудрее. Некоторые люди заинтересованы в самовыражении, другие заинтересованы в восприятии. Именно восприятие, а не самовыражение улучшает вашу жизнь. Я знаю, что вы выросли на идеях Фрейда, потому что современный психоанализ и психиатрия говорят, что вы должны самовыражаться, иначе вы сойдете с ума. Вы будете выражать свое безумие, и это самая большая проблема в мире. Все заняты выражением своего безумия. Все заняты выражением своих ограничений. Все заняты выражением своих предубеждений и мнений. Какова польза от такого самовыражения? «Птицы щебечут» — это немного приятнее, чем весь этот щебет в Твиттере. Самовыражение — это все равно что расходование жизни, ее растрачивание, восприятие — это улучшение жизни. Для вас эта жизнь должна быть направлена на ее улучшение, а не на ее растрату. Я хочу, чтобы вы задумались вот над чем. Просто остановитесь на минутку и посмотрите на все те вещи, которые нашли выражение в вас в этот момент вашей жизни. Уберите социальный контекст. Просто посмотрите на это как на жизнь. Однажды вы родились и когда-нибудь вы умрете между этими двумя событиями. Какое значение имеют все эти вещи, которые вы сказали, сделали и выразили? Какова ценность всего этого для жизни? Вашей или чьей-либо еще? Хорошо. В этот момент я могу что-то сказать и произвести здесь на кого-то впечатление. Может быть, я могу чему-то научить ребенка, помочь ему научиться жить лучше. Но что значит все то, что я выразил с точки зрения экзистенциальной жизни, как частички жизни? Это ничего не значит. Но все, что вы восприняли, откроет для этой жизни большие возможности. Если вы хотите найти выражение тому немногому, что вы уже восприняли, я бы сказал, подождите, такое нетерпение сейчас распространилось по всему миру. Раньше это было только американским явлением, но теперь это повсюду. Все в нетерпении. В 20 лет они уже хотят сделать все, что только можно сделать в жизни. Потому что присутствует беспокойство, страх, что вы не сможете найти самовыражение. Не нужно бояться не найти самовыражение. Потому что если вы углубите свое восприятие, ваше самовыражение произойдет не словесно, не действуем, оно станет выражением Акаша. Такие люди — единственные, кто живут сегодня, в моем опыте. Если я просто сижу здесь для меня, будь то Адьйоги, Кришна или Будда, или кто угодно из йогинов, которые жили за пределами своей физической природы, все они присутствуют для меня здесь. Они живы здесь. Они не в прошлом. Когда я говорю о них, я говорю, как будто они здесь, потому что они здесь. Если вы совершаете действие со своим физическим «я», оно оставляет определенный след в существовании, который затем разрушается сам. Если вы сделаете что-то мощное с помощью ума, это оставит больший след, но через некоторое время и он сотрется. Если ваша физическая энергия реверберирует определенным образом, она оставит гораздо больший след, который имеет гораздо более длительный срок службы, но и он умрет. Но если вы сделаете что-то за пределами этого, если вы сделаете что-то со своим фундаментальным сознанием, тогда ваш след останется навсегда. Когда планета исчезнет, вы знаете, что Солнечная система имеет свой срок жизни. Когда она схлопнется внутрь себя или взорвется, даже когда планета исчезнет, то, что осталось после некоторых людей, не исчезнет. Вы слышали о Маркандее? Маркандее пережил разрушение Солнечной системы и снова вернулся, потому что то, что вы делаете со своим сознанием, не умирает, когда умирает физическое. Когда я говорю о физической смерти, я не говорю о смерти отдельного человека. Даже когда исчезнет Солнечная система, когда исчезнет Вселенная, когда исчезнет вся галактика, то, что вы сделали на уровне вашего сознания, не умрет. Оно ставит след навсегда и всегда будет доступно любому существу любой природы, обладающему необходимым восприятием. Для такого существа оно будет доступно всегда. Поэтому не фокусируйте свою жизнь на самовыражении. Она будет потрачена впустую. Восприятие. Пусть эта жизнь будет жизнью восприятия. Вся саддана ориентирована в основном на восприятие. Сейчас идет программа подготовки преподавателей. Мы просим их выразить что-то, чего они сами не знают. Это опасный путь. Я их постоянно предостерегаю. Преподаватель должен быть начеку. Иначе невежество примет просветленную форму, что очень и очень опасно. Это происходит повсюду. Книги и интернет делают это с людьми. Ничего не зная, вы знаете все. Итак, одно из самых важных условий — если вы хотите выстроить Акаш в себе, Акаш, обладающий силой и проявленным присутствием в вашей жизни. Люди соблюдают практику молчания годами. Никакого самовыражения, только восприятия. Потому что что вы можете выразить? Давайте услышим, что может сказать творение и его источник. Мы должны слушать, мы должны воспринимать, а не выражать. Так что саддана в основном на 95% ориентирована на восприятие. Если мы хотим сделать ее ориентированной на самовыражение, мы легко можем это сделать. Но люди начнут находить выражение для всех видов ограничений, которые у них есть. Лучше не находить выражение для этого, потому что это загрязняет все вокруг вас. Я не говорю, что вы собираетесь распространять плохие мысли или плохие эмоции, плохую энергию. Нет. Ограниченность — вот самый сильный яд. Это не значит, что вы должны делать что-то негативное. Ограничения — вот основа ваших страданий. Ограничения, которые распространили люди. Ограниченность мышления, выражение эмоций, способов переживания — это самый сильный яд, который люди проглатывают. Чем меньше выражений он находит, тем лучше. Если это не находит никакого выражения, это прекрасно. Люди здесь занимаются садданой уже 25 лет. Мы не даем им сказать ни слова. Потому что им не нужно находить выражение. Им просто нужно углублять свое восприятие. Всегда. Потому что то, что вам нужно воспринять в квадриллион квадриллионов раз больше, чем то, что вы когда-либо сможете выразить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова